Добрый день! Служба информации продолжает свою работу. В прямом эфире Вести Кабардино-Балкария в студии Марина Ярославская. Лагерь Машук-2013 может стать международным амбетом на заседании Оркомитета Всекавказского молодежного форума, заявил полпред президента ВСКФО Александр Хлопонин. В лагере могли бы участвовать не только представители Южной Осетии, Абхазии, Белоруссии и Украины, но и в нынешних условиях было бы актуально и важно пригласить Израиль и Сирию, сказал Хлопонин. И предложил пригласить зарубежных делегатов на четвертый ежегодный форум. Полпред отметил, что это очень серьезная работа и ее необходимо начинать уже сейчас. В начале следующего года Оркомитет подготовит обращение в МИД России с просьбой поддержки в этом вопросе. Сам же лагерь, по мнению Хлопонина, переходить на всесезонный режим готов. Зашел разговоры о самой подготовке участвовать в организации, предложили всем субъектам округа, а не только Ставропольскому краю. Хлопонин считает также, что необходимо более широкое информационное освещение не только самого лагеря, но и проектов, которые реализуются по его итогам. Напомню, молодежный форум МАШУК – это ежегодный социальный проект, направленный на выявление и обучение молодежи субъектов СКФО, интересующийся политикой, инновациями, гражданскими инициативами, искусством и творчеством. Курман Саттаев утвержден председателем Государственного комитета Кабардино-Балкарии по лесному хозяйству. Указ о его назначении подписал глава Республики Арсен Коноков. Напомню, в прежнем составе правительства в этой же должности он проработал почти год. Трудовая биография Курмана Саттаева весьма насыщена. Он проработал генеральным директором Эльбрус-Туриста, был депутатом парламента КБР, занимал пост главы администрации Эльбрусского района, а после – пансионата Эдельвей с управлением делами президента России. Курман Саттаев – заслуженный работник сферы обслуживания населения Кабардино-Балкарии. Гидрометаллург, некогда занимавший передовые позиции в советской промышленности, отметил полувековой юбилей. За годы работы завод претерпевал и взлеты, и падения. Сегодня же компания вновь заняла прочное место на мировом рынке по производству вольфрама и наладила деловые связи со многими зарубежными странами. Уже через несколько лет после своего открытия в 1962 году гидрометаллург стал одним из крупнейших высокорентабельных предприятий цветной металлургии. В 1982-м на заводе провели реконструкцию производства и внедрили технологию получения вольфрамового ангидрида. Это позволило значительно увеличить выпуск продукции и сократить количество экологически вредных выбросов. На юбилей предприятия в этот день собрались те, чьими руками и создавался завод на протяжении десятилетий. В зале были даже трудовые династии. От имени главы республики работников предприятия с юбилеем поздравил первый вице-премьер Казим Уинаев. Новые времена серьезным образом изменили нашу жизнь. Особо хочу выразить признательность ветеранам нашего предприятия, которые работали в 70-е, 80-е, 90-е годы. Пожелать им долгих лет жизни. И чтобы наше сегодняшнее поколение, которое работает на этом предприятии, они гордились, что есть такой у нас флаг. За многолетний добросовестный труд лучшие сотрудники гидрометаллурга награждены почетными грамотами и благодарностями правительства Кабардино-Балкарии. 255 крестьянско-фермерских хозяйств Кабардино-Балкарии стали обладателями грантов в рамках республиканской целевой программы «Поддержка начинающих фермеров», сообщает сегодня пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР. Реализация аграрной программы началась в этом году и продлится до 2014 года. Ее цель – увеличение роста занятости сельского населения и наращивание объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции. В этом году в Кабардино-Балкарии размер гранта для каждого участника программы составил 500 тысяч рублей, которые будут направлены на развитие собственного фермерского хозяйства. Претенденты на их получение должны соответствовать строгим критериям проживать в сельской местности или быть готовыми переехать на постоянное место жительства в деревню или поселок, где находится и зарегистрировано крестьянско-фермерское хозяйство. Насвоение денег фермерами дается один год. В целом по республике в 2012-м на поддержку начинающих фермеров направлено свыше 127 миллионов рублей, в том числе около 50 из республиканского бюджета. Все денежные средства в полном объеме доведены до участников программы. Теперь дело за результатом. С сегодняшнего дня в стране отменяются доверенности на право управления автотранспортным средством. Теперь водителю, чтобы получить разрешение на управление чужим автомобилем, достаточно будет иметь при себе только права свидетельства о регистрации и полис ОСАГО, куда он вписан. Отменить доверенность на управление как лишний документ предлагали чуть ли не все правозащитные организации. Дело в том, что она по сути не несла на себе никакой нагрузки. Зато из-за ее отсутствия зачастую страдали вполне законопослушные, но забывчивые люди. Остановил инспектор автомобиль, потребовал документы, убедился, что даже в полисе ОСАГО этот водитель вписан, а нет доверенности или она просрочена, получай кучу проблем. Однако сам институт доверенности в прошлое не уходит. Возить машину можно будет и без этой бумаги. А вот при любом регистрационном действии доверенность потребуется. Без нее не удастся снять автомобиль с учета или поставить на него, а также выехать за рубеж на транспорте, который вам не принадлежит. И напоследок о спорте. Проект, рассчитан на строительство 15 футбольных полей в Баксанском районе, обретает реальные очертания. Восемь из них уже на стадии завершения. Строительство современных стадионов развернулось практически на всей территории муниципалитета. В активную работу сегодня вовлечены 11 сельских поселений. В арсенале бульдозеры, современная техника и, конечно, энтузиазм. Стадионы строятся по международным стандартам. Кстати, средства не из государственной казны. Реализовать смелую задумку взялись те, кому не безразлична судьба подрастающего поколения. Главный инициатор – глава Баксанского района Хасан Сижажев. Развитие массового спорта в сельских поселениях он связывает с решением многих актуальных вопросов. Наша задача – забрать молодежь с улицы. Сейчас по поручению главы республики мы проводим родительские собрания во всех школах. Мы там обозначили конкретные задачи, чтобы все ученики были охвачены или спортом, или художественной самодеятельностью, или кружками знаний. К слову, в районе с прошлого года проводится чемпионат по футболу. Участие в нем принимают спортсмены 13 населенных пунктов. Самые молодые среди них учатся еще в школе. Футбольные поля, беговые дорожки, трибуны и благоустроенные прилегающие территории в скором времени станут местом активного отдыха. Рассчитывают в райадминистрации. Уже весной поля будут засеиваться специальными семенами травы, привезенной из Голландии стоимостью в 3 миллиона рублей. На этом служба информации завершает свою работу. Приятных вам выходных.